привет друзья с вами алексей марков и канал хулиномика я хочу начать новую рубрику на нашем канале это интервью с мастерами своего дела мне хочется узнать как люди зарабатывают деньги при этом чтобы это были не трейдер не какие-то финансисты инвесторы до которые всех закрепали потому что ну ну не интересно как они там зарабатывать на акциях облигаций самое главное как люди на обычной совершенно работе работают зарабатывают и чем они при этом занимаются сегодня у нас первое интервью и мой гость это арсен лазурский один из лучших переводчиков россии он уже более 20 лет работает на не перевода закончил один из лучших институтов и работает в одной из самых крупных консалтинговых компаний мира кроме того арсен один из основателей вокально-инструментального ансамбля рогатые труппоеды что как бы намекает до стиль это металлическое некрошапито но сегодня не о музыке сегодня мы будем о работе и я постарался задать арсену самые актуальные вопросы о профессии переводчика поехали первый вопрос почему перевод почему как как ты туда пришел смотри значит там все было и довольно просто я переводчик четвертом поколении уже получается у меня да да у меня отец переводчик дед хотя был не переводчиком но он был он был вообще художник шрифтовик вот но во время великой отечественной он поскольку поскольку узнал немецкий язык его очень быстро перевели в разведку и он в разведке был переводчиком а вот а прадед зато был переводчиком и преподавателем английского языка и даже в свое время насколько я помню учил английскому детей толстого иван николаевич вот так что у нас это в семье она давно и я когда был когда учился в школе там что было я во первых видел что значит вот мой отец работает переводчиком это интересно это вроде как прикольно и какую-то денежку он приносит домой и даже неплохой потому что это были 90 переводчики тогда действительно хорошо зарабатывали хорошие переводчики вот и плюс я в школе больше ничего не умел английский язык это было единственное что у меня хорошо получалось поэтому у меня в 15-16 лет карьерный план был такой значит я либо иду в иньяс поступаю туда и становлюсь переводчиком а если нет то я попробую поступить на истфак потому что история мне тоже интересно если я не поступаю туда то я иду водителем автобуса потому что водителем автобуса типа много платят у тебя не стояло вопросы да если не переводчик то кто то есть у тебя альтернатив особо не то есть водитель автобуса либо переводчик да и ты как бы да да я выбрал переводчиком но потому что это было единственное что у меня получалось это было единственное почему у меня была там твердая пятерка язык мне давался хорошо и относительно легко и ну а почему нет собственно у меня даже не было знаешь там вот я в принципе всем говорил что я стану переводчиком еще ну вот наверное вот после того как дети перестают говорить что они хотят быть космонавтами вот у меня следующая профессия после космонавта была переводчик почему у тебя мама переводчик легко тебе было выбрать относительно слушай но а вот чтобы стать переводчиком обязательно в усыти или все-таки можно как-то попытаться смотри она упрощает сильно жизнь наличие переводческого профильного образования но совершенно не обязательно у меня есть много очень хороших знакомых переводчиков которые не имеют никакого не то что переводческого специализированного а еще и вообще языкового образования то есть они самоучки они выучили английский язык научились переводить причем это и письменные есть переводчик есть устные переводчики есть без высшего образования вообще ну в смысле с не оконченным высшим знакомый начальник отдела переводов другой крупной консалтинговой компанией называть есть значит там переводчик допустим который тоже без переводческого образования у него техническое образование он синхронист при этом и переводит одного из самых известных лайф коучей нашей планеты значит есть переводчики ну вот у меня в отделе работала одно время тоже переводчик с не оконченным высшим то есть это совершенно необязательная вещь можно можно научиться и языку и переводу без переводчиков другой вопрос что она повторюсь сильно упрощает жизнь потому что когда ты изучил фундаментальную теорию представляешь себе какие-то процессы то ты просто быстрее растешь быстрее развиваешься ну можно выехать на одних способностях в принципе слушай но вот изучить язык и стать переводчиком это все таки разное образование ты как абсолютно это абсолютно разные вещи то есть люди которые прекрасно владеют иностранным языком но совершенно не умеет переводить и есть люди наоборот которые прекрасные переводчики с весьма посредственным скажем английским да то есть там у них там не очень хороший пронос у них не не очень богатый вокабуляр но вот сам процесс лишь что такое перевод перевод это процесс передачи чужих мыслей да то есть ты слушаешь чью-то мысль интерпретируешь ее у себя в голове и потом эту свою интерпретацию стараешься донести до рецепиента вот собственно как оно все устроено ну то есть там много всяких тонкостей понятно что желательно чтобы там всякие стилистические все были тонкости соблюдены чтобы регистр был нужный чтобы значит там близко к тексту там к оригиналу эмоциональная составляющая если это устный перевод но в принципе да то есть это процесс перевода мыслей смыслов точнее если если не вуз то куда я вот очень скептически отношусь ко всяким курсам да сейчас огромное количество их развелось если не вуз то куда курсы на курсы идти или не идти человек зависит от курсов потому что ну полно например там при том же индиазе вот моем любимом который я закончил который сейчас тоже периодически возвращаюсь пообщаться с бывшими и нынешними преподавателями поговорить о судьбах профессии в частности вот например в этом году немножко участвовал в подготовке профессионального стандарта переводчиков ну как как рецензент я просто посмотрел на документ который они составили и сказал что что я примерно один думаю что у него на мой взгляд можно было бы поправить вот но значит например при индиазе есть курсы переводчиков да и они вполне себе полезные и не очень дорогие сын у меня который сейчас окончил индиаз но не по переводческой специальности а другой факультет он например пошел на курсы тоже при индиазе есть коротенькие платные курсы ассинхронистов вот он там сколько-то часов занимался и тоже было очень полезно поэтому нет есть курсы хорошие вполне курсы английского честно сказать не знаю я просто никогда с этим не сталкивался но подозреваю что как и все есть толковое и возможно даже не очень дорогое есть очень дорогое абсолютно бесполезное но это я думаю что в любой профессии есть у меня прям было совсем плохое отношение к любым курсом видимо я просто не знал хороших значит ты говоришь что есть значит пусть конечно стараются ищут и занимаются я когда тебя представлял сказал что ты переводил самых сложных ситуациях ты может быть расскажешь про какой-нибудь из них что какая вот была самая сложная ситуация одна из у меня у меня был например прекрасный случай когда я работал на проекте по уничтожению химического оружия мне пришлось ехать как-то раз такой нет не в чернобыль химическое оружие химическое не радиологическое вот нет этот объект был расположен в городе щучье курганской области это полтора часа примерно на машине от челябинска вот такой весь поселок плановый закрытый вот и там значит хранились боеприпасы с зарином заманом и вексом это нервно-паралитические газы вот но проект этот он длился много-много лет в рамках безвозмездной технической помощи правительству сша правительству российской федерации вот соответственно поскольку правительство сша выделял деньги на это дело то здесь компания parsons следила за тем чтобы эти деньги были потрачены именно на то на что они были выделены а не как это у нас иногда бывает вот собственно и вот там был целый ряд переводчиков на этом проекте в том числе и я вот и меня как-то раз отправили переводить в такой институт органических органических химии технологий госнеохт это на шоссе энтузиастов но они в принципе были изначально разработчики на химическом оружии это давно еще при советском союзе а уже сейчас помогали его уничтожать вот и там в рамках этого проекта одно из заданий было как раз дистилляция точнее ректификация этого реагента который должен был уничтожать отравляющие вещества и вот значит я там несколько дней помогал профессору техасского университета и местным значит нашему ученым строить эту ректификационную колонну который значит у них там этот препарат реагент точнее буйкал а вот а потом значит в какой-то момент ко мне подходит один из руководителей группы со страны госнеохта и говорит арсен вы знаете нам надо по химии пообщаться немножко ну и чтобы было понятно да с одной стороны доктор химических наук профессор и так далее российской и с другой стороны преподаватель и там исследователь госинского университета в техасе вот и значит вот они говорят мы хотим поговорить по химии я говорю ребят хорошо не вопрос говорить по химии только если можно все названия химических элементов по таблице потому что я их не помню вот и дальше они минут 15 разговаривали я это все перевел прямо точно точно последовательный перевод был все как надо не понял я из этого разговора ничего то есть вот для меня это было абсолютно абра-кадабра но я ее перевел и они друг друга поняли поэтому процесс коммуникации состоялся это к вопросу о том там насколько все нужно знать да там насколько хорошо нужно разбираться предметной области иногда достаточно просто вот какими-то реперными точками обладать и понимать примерно там что хочет сказать человек а дальше она все само собой получается ну вот для этого что чтобы этими обладать качествами или как вот эти видите теребренные точки ну нужно же каким-то я имею ввиду качествами характера обладать нужные качества для переводчика это что первую очередь а в первую очередь любознательность одна из самых полезных рекомендаций которые я получил во время своей учебы в индиазе значит была от одного из преподавателей по практике перевода который нам сказал что вообще там индиазовское образование но напоминает образование которое получали российские дворяне в 19 веке это такой дилетантизм высшие пробы когда ты знаешь понемногу обо всем вот то есть у переводчика бесполезных знаний не бывает в принципе то есть все что ты видишь слышишь читаешь там смотришь я не знаю подслушиваешь все это нужно как-то стараться там куда-то себе на заднюю полку в мозг отложить потому что оно может пригодиться когда-нибудь простой пример как-то раз мне пришлось переводить какой-то документ про что-то такое про жилищно-коммунальное хозяйство про использование общих нежилых помещений в подъездах многоквартирных домов но это имеется ввиду лестничные площадки там и так далее и так далее и вот у меня произошел затык со словом общий как его перевести на английский потому что я не очень понимал как ну то есть я знаю как будет слово общий да но вот какой из возможных прилагательных здесь лучше всего использовать да как лучше что подойдет под эти самые общие помещения общественного пользования а вот не помог мне в этом гарри поттер потому что я вспомнил что вот это вот общая комната где собирались факультеты ну вот в каждом этом флигеле называлась common room соответственно вот и вот эти вот премисы с которой общего пользования вот они у меня были так как common usage премисы на себе как еще я их обозвал ну вот например такое да то есть вот гарри поттер помогает переводить про жкх здорово слушай ну еще профессиональный вопрос многие не знают что такое ложные друзья переводчика можешь об этом немножко рассказать вообще кстати словарем пользуешься да если вот ты прям конечно ну это слово я знаю ну как бы не буду заглядывать но об этом эффекте наверно знаешь естественно как профессионально есть естественно знаю я вообще считаю что чем переводчик больше в себе сомневается тем лучше вот при этом лучше этого естественно не показывают заказчику заказчику всегда показать что ты знаешь примерно все и во всем уверенно абсолютно точно да это как как у как гоголевский ноздрев который не знал решительно никаких сомнений вот переводчик он для заказчик должен быть таким а но при этом сам по себе хорошо когда сомневается и сам себя проверять ну потому что там ну там например все же точно знают что фунт это четыреста тридцать пять граммов или четыреста пятьдесят три грамма и дальше вот тебе надо посмотреть на самом деле сколько грамм вот поэтому даже вот такие вещи в которых казалось бы уверен стоит проверить ну а ложные друзья переводчика да это слова которые вроде как похожи на слова в русском языке там например слово магазин да которая кто-то может подумать что это магазин а на самом деле это журнал вот а или еще какие у нас бывают ложные друзья переводчика бывают ложные ложные друзья переводчика да то есть например все люди которые изучали в советском союзе потом молодой тогда еще российской федерации английский язык знают что слово конкретный на английский язык переводится как специфик а что конкрет или конкрет это бетон при этом вот мы настолько как правило люди которые изучали язык уверены в этом что когда нам кто-то из спикеров слова конкрет пытается продать как конкретный мы говорят что нет это неправильно на самом деле вообще-то у слова как у прилагательного конкрет есть вполне себе не первое но значение конкретное и даже натива его иногда используют вот так что ну ложные друзья переводчик там там много всего там вообще переводчику много с чем приходится сталкиваться таким сложным в своей работе потому что иногда ну просто не знаешь как перевести слово и посмотреть нет возможности у меня например был случай несколько лет назад приехал там один старший партнер компании в россию и презентовал свою книгу и вот мне значит пришлось его переводить и он значит где-то выступал там перед нашим бизнес-сообществом и говорит вот знаете там шекспир писал таком его был такой любимый размер стихотворный у меня в голове такая паника так шекспир стихотворный размер сейчас он начнет еще этого шекспира цитировать а я шекспира ты же понимаешь помню очень хорошо вот ну я вообще я устно редко работаю поэтому для меня устная работа это такой стресс последние несколько лет а вот и вот значит вот давай вспоминать что про шекспира а он говорит аэмбик пентаметр я его значит переспрашиваю что что хотел сказать а вот он повторяет аэмбик пентаметр я не понимаю что происходит ну в общем каким то образом я выкрутился сказал что в ну вот вот там стихотворный размер который использовался шекспиром в сонетах вот все его знают бла-бла-бла то есть там как-то стою на сцене выкручиваюсь как могу вот что это за ямбический пентаметр в общем потом я уже дома посмотрел что это самый обычный пятистопный ямб да вот ну естественно даже не у тебя вот это не то слово которым ты пользуешься каждый день и который у тебя на подкорке сидит я поэтому пятистопный ямб может напугать я думаю так немало даже может отечественных слушателей может конечно слушай но это это сложная была ситуация да еще одна сложная а как вот ты ты с ней справился да как как другому человеку с ней справиться вот как как он понимает что он становится лучше да как он вообще растет с профессией и как как понять что ты растешь слушай ну во первых растет переводчик постоянно если ты не растешь каждый день то ты как минимум стагнируешь а возможно становишься хуже есть такая среди переводчиков поговорка что переводчики периодически портится и это факт вот особенно когда ты например там очень долго сидишь на одной и той же теме и тебе кажется что три уже все вдоль и поперек выучил и у тебя там падает мотивация тебе не интересно ну тут это вопрос уже скорее какой-то внутренней психологии самодисциплины да ну а так ну как я сказал да каждый день стараться узнавать что-то новое каждый день стараться становиться немножко лучше тренироваться а кто это оценит то есть это это кто это заказчик оцениваете сам или как правило сам не сдаешь тесты какие-то да проверяйте а если заказчик как правило не очень знает чего ему надо если сам заказчик не профессиональный переводчик то он не очень знает что такое хороший перевод и ему не всегда это нужно знать заказчик у тебя по сути приобретает услугу услугу которую можно описать там помощь в понимании человека который мне что-то там рассказывает на непонятном мне языке вот примерно такую такого рода эта услуга и как ты этого добьешься понимаешь то есть иногда ты приходишь на завод например и ты же понятно что если первый раз пришел ты не знаешь название всех станков но ты же можешь пальцем показать да вот вот эту штуку положь колдобину со стороны загоголина и тут же главное что чтобы процесс коммуникации состоялся да заказчик если доволен в итоге ему не обязательно было чтобы термины использовал главное было чтобы люди все поняли то и то и хорошо вот поэтому естественно качество себя переводчик может оценить но в первую очередь сам потом коллег можно всегда спрашивать коллеги как правило переводчики народ вредный судят строго но по делу вот потом есть кстати всякие профессиональные конкурсы вот например ежегодно проводится конкурс синхронных переводчиков косин спи членом жюри которого я имею честь являться по самому непонятному мне причину при том что я сам не синхронный переводчик но я при этом как профессионал могу оценить хороший синхронный перевод или плохой ну и плюс я как бизнес заказчик могу еще оценить там примерно позиции вот корпоративного заказчика насколько хорошо насколько переводчик еще и вписывается в наши стандарты и в наши ожидания того чего мы хотим но вот какой-то потолок есть то есть выше чего невозможно вот видишь это прямо это супер переводчик самый лучший в стране и круче его быть не может такого нет к этому стремиться такого нет ну как ну как каждый для себя сама определяет понимаешь ну там я считаю что нужно маршака ориентироваться да вот если речь идет о деловом переводе то я там например когда у нас если вдруг компании возникает вакансия вот то в моем отделе то я прихожу к нашим девочкам рекрутером и говорю вот а найдите мне человечка чтобы он был чтобы переводил как палащенко и был добрый как евгений елеонов вот они кто такой палащенко редко знают на самом деле павел русланович палащенко это переводчик горбачева и сейчас его помощник и один из ну в общем он один из начальников в горбачевском центре вот действительно большой профессионал своего дела который иван я здесь свое время преподавал и у меня даже как-то раз одно единственное занятие он заменял нашего преподавателя по синхрону а вот ну это вот да это считается такой гуру на самом деле гуру переводов много если там говорить про переводчиков фильмов то ли там для меня эталонов все равно было остается михалёв покойный это который переводил практически все диснеевские мультики в опять же в их и 90-е вот и в конце восьмидесятых ну много хороших переводчиков на которых стоит ориентироваться там я не знаю этот борис-борис грибетчиков кстати очень хороший переводчик кто-то мог подумать ну вот как собственно у него же переводов то полно там что нам делать с пьяным матросом прекрасная песня перевод с английского я как только ты сказал название я понял как это песня что я в детстве пел на хоре вот 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 что там делать с пьяным матросом это же ирландская там народная по моему песни ну вот смотри ты сейчас сказал про профессиональные качества то есть к чему стремиться в плане мастерства искусства а если говорить про производительность да я думаю что как раз ну хотя и для синхронных переводчиков тоже у них же есть какой-то потолок там да я слышал что на крупных каких-то международных конференциях там люди переводят полчаса и дальше идут отдыхать и ну не совсем так просто обычно как бы синхрон поскольку поскольку он связан с очень большими нагрузками физическими и как это умственными да нейронными вот ну концентрироваться приходится очень много вот потому что ну так я не знаю насколько наши с тобой зрители понимают что такое синхронный перевод когда переводчик говорит одновременно со спикером да то есть он одновременно слушает и переводят то есть он отказывает спикера от себя примерно там на пол фразы на треть фразы вот на насколько то настолько а и как собственно синхронный перевод механизм устроен он построен на так называемым механизме вероятностного прогнозирования. То есть, слыша начало фразы, я должен примерно себе представлять, куда она дальше пойдет. Вот. И чем больше у меня вот этот навык вероятностного прогнозирования прокачан, чем лучше я им владею, тем гладше и красивше в итоге будет мой перевод и правильнее. Вот. Поэтому, да, это нагрузки, которые там, я не знаю, сравнимы с нагрузками пилотов Формулы-1. Что-то такое. То есть, концентрируешь приходит очень много. И сейчас, дай я закончу. Вот. И, собственно, значит, синхронисты обычно работают в парах. Вот. То есть, они сидят в кабине вдвоем. Вот. Один сидит, переводит. И вот где-то вот 20-30 минут это тот предел, который человек нормально может держать вот это внимание и нормально переводить. Потом он под конец уже говорит, все, давай меняться. И передает микрофон второму переводчику. Второй включается, сидит, отдыхает, ну и там слушает на подхвате, если что. Потом они меняются снова. И вот так они могут работать там 8-12 часов совершенно спокойно в таком режиме. Вот. Есть переводчики-синхронисты, которые берут соло иногда. Вот. Но соло это чреватая вещь, потому что, во-первых, ну окей, хорошо, хороший синхронист, там может, в принципе, час и даже два спокойно соло поработать. Вот. Но часто такое происходит, что когда у тебя заказчик тебе говорит час, максимум два, а в итоге у тебя 5-часовой синхрон получается соло. И вот тогда тебе совсем уже будет нехорошо под конец, и можешь начать нести всякую ерунду. Вот. Про то, какую ерунду несут уставшие синхронисты, тоже есть много смешных историй, могу рассказать. Слушай, ну а это не байка, то, что вот у синхронистов неизбежно там в 50 лет наступает рак мозга, из-за того, что он так напрягается, что, ну, нечеловеческий... Байка. Я знаю много, я знаю много вполне себе пожилых синхронистов, которым больше уже 50 лет и... Пожелаем им здоровья. Да, мы желаем им здоровья. Но, кстати, как правило, это люди с очень хорошим здоровьем физическим. Они, ну, в общем, за собой приходится следить, чтобы мозги нормально работали. И чтобы это все выносить. Ну, у меня, например, отец просто... Я синхронить так и не пошел, а отец меня одно время синхронил, и он выходил из кабины просто как выжатый лимон, с него там текло трипота. Он ничего не соображал, с ним было бесполезно разговаривать там первые два часа после того, как он приезжал с этой работой. Ну, то есть это вот там выматывало по полной. Слушай, а вот ребята, которые начинают переводить... Ну, я думаю, что все начинают все-таки с письменного, да, перевода. Там есть какой-то потолок, да, есть какая-то норма? Что нужно успевать? Сколько текста нужно переводить? К чему стремиться? Слушай, ну, есть норма. Слушай, есть норма. А норма, это звучит как 10 переводческих страниц в день. Переводческие страницы это такая неведомая никому фигня, типа барреля, да, который не в традиционной мере им бочками, да, до сих пор. Вот. При том, что бочки ее никто не наливает. А вот. А, значит, переводческая страница, она привязана к такому понятию авторского листа. Те, кто там знаком с издательским делом, знают, что это такое. Так вот, значит, переводческая страница это там одна двадцать четвертая этого самого авторства листа или тысяча восемьсот знаков или двести тридцать, двести пятьдесят слов. Вот. Вот таких переводческих страниц в день переводчику положено в среднем делать десяток. Восемь тире десять. То есть это получается где-то порядка тысячи восьмисот двух тысяч двухсот слов в день. Вот это то, что в принципе ожидается от переводчика. У нас в отделе норма чуть повыше. Мы просим там, типа, чтобы переводчик был способен две с половиной тысячи слов спокойно делать. Причем вот в режиме там пять дней в неделю. Ты приходишь на работу, в течение восьми часов ты должен вот эту норму успеть сделать. Ну, понятно, что тексты бывают разные. То есть если очень сложный текст, где нужно много гуглить, много копаться, то, понятно, скорость будет ниже. Или наоборот, есть что-то такое очень стандартное, что ты уже знаешь там вдоль и поперек, и тогда эти семечки ты там можешь и три тысячи, и три с половиной тысячи слов в день делать. Вот. Так что, пока человек молодой, я вот по молодости, я, например, мог и больше сделать в день. То есть я там брал и по 15 страниц, и по 20, и мог так фигачить в таком темпе там в течение недели. Вот. И, в общем, хорошо себя чувствовать. Но с возрастом постепенно приходит усталость, мозги уже чувствуют, что с такой скоростью не работают, поэтому с возрастом эту планку приходится немножко понижать, чтобы не падало качество. Слушай, такой вопрос теперь немножко уйдем в сторону фантастики, фикшена и книг художественных. Я, мне все время беспокоила карьера писателей, ой, карьера переводчиков, которые остаются в тени писателей, то есть они переводят, пишут свои слова, но это текст чужой, и им не обидно ли им становится, или там, они же остаются в конце концов неизвестными абсолютно. Ты знаешь, вообще это, вот художественный перевод это совершенно другой мир, другая вселенная, она очень интересная, значит, ну, во-первых, потому что иногда там люди, ну, с классической литературой все понятно, ее, во-первых, уже все перевели, но при этом все равно находятся переводчики, которые, например, берут и вдруг там заново переводят какое-то классическое произведение. Иногда это получается хорошо, иногда не очень, но чем-то они при этом руководствуются, для них это какой-то там внутренний челлендж или там еще что-то. Очень хорошая книжка есть про художественный перевод у Умберта Эка, сказать почти то же самое, вот, где он очень подробно рассказывает про то, как устроен процесс художественного перевода, и когда ты это читаешь, ты понимаешь, что это вот какая-то вообще недостижимая высота, на которую тебе, скорее всего, никогда не поднятся. А ты сам за фикшн брался? Как любитель, да, как любитель, да, брался, что-то пытался переводить, но, понимаешь, когда делаешь для себя, в общем, это быстро пропадает. Для себя я иногда берусь за стихотворный перевод, те же там какие-нибудь ирландские песни народные переводить на русский язык, вот это интересно, это я с удовольствием делаю. Вот, или там Топ Моэйтс какого-нибудь перевести, потому что, ну, вот это прикольно. Вот, и это не съедает очень много времени. Ну, да, песня. Потому что, если для себя переводить книжку в стол, чтобы что? Вот, времени убьешь кучу, ну, и будет она у тебя в столе лежать. Ну, то есть, все-таки фикшн, это круче, чем технический перевод. Это интереснее. На мой взгляд, это просто интереснее, да, то есть, потому что гораздо выше челлендж, гораздо ниже стандартизация, гораздо все, ну, там, ну, потому что, ну, технический перевод, это что это? Ты просто должен знать хорошо предметную область. Ну, и выучил, и молодец. А знакомый, выучил все термины, тоже молодец. Ну, вот теперь сиди, и можешь на этой ниве, в общем, спокойно рубить капусту, и будет у тебя все хорошо. Вот. С художественным переводом не так, тут тебе нужно, ну, там, фактически стать соавтором. Да? Художественный переводчик, он все равно немножко соавтор, потому что все равно получаешь его интерпретацию того, что было написано в оригинале. Вот. Что это там у нас? У нас сегодня на солдую виски, но не очень, не очень дорогой, а кентошин. Кстати, вот в тему, да, я у тебя недавно в какой-то соцсети увидел на стене фотографию виски, причем не просто дорогого, а очень дорогой виски. И с этим вопрос. Я себе пока не могу такое позволить. Я тоже не могу, это подарок. Нет, но все-таки лучший переводчик сколько зарабатывает? Ну, опять же, к чему стримить? Есть ли какой-то потолок? Слушай, я честно, ну, опять же, не принято друг у друга спрашивать, ты сколько зарабатываешь, поэтому сколько зарабатывает лучше, я просто не знаю. Но синхронисты больше зарабатывают? А синхронисты зарабатывали больше до ковида. А потом случился ковид, и они перестали зарабатывать совсем, то есть вообще, от слова. Вот. И ковид, на самом деле, очень сильно как бы встряхнул рынок переводов. Вот. Устных переводчиков было, честно, очень жалко, потому что, ну, представляешь, особенно, ну, синхронисты, они на чем работают? На конференции. И вот ты видишь просто там по новостям, что это, значит, сочинский форум отменили, там, ну, питерский форум отменили, вообще все отменили. Все отменили, Наташ, честно. и ты понимаешь, и ты понимаешь, и ты понимаешь, что вот эти люди, которые, в общем, еще вчера, они там ездили и в Сточ, там, и там, на каких-то стадионах, там, кого-то переводили, все у них было отлично, и там, командировки, там, сегодня он там в Испании, завтра он, я не знаю, на Мальдивах, и везде он там сопровождает своего человека и переводится, все у них отлично. И вот тут все, тупо, раз, все отменили, все кончилось. И не все даже в Zoom перевели. Вот, то есть, ну, во-первых, сразу, значит, стали вот эти, разрабатывать механизмы удаленного синхрона, да вот, и сейчас там уже есть, и вот тот же самый Zoom поддерживает механизмы удаленного синхрона. Третий лишний включается в конференцию, да, и голос, да, то есть, да, есть просто специальная там, эдон для программы, которая позволяет синхронистам подключаться и осуществлять синхронный перевод без каких-то дополнительных танцев с бубном. Слушай, ну, вообще, как переводчику заработать все-таки больше всего денег? Вот ты, если вот на себя посмотришь, там, 15 лет назад, и себе дай совет, как заработать больше денег, чем ты заработал? Ты знаешь, я, в принципе, в общем, не могу сказать, что у меня карьера как-то вот шла вниз, да, в какой-то момент. То есть, я все время зарабатывал, при каждой смене работы, при каждой смене работы, я начинал зарабатывать больше, чем зарабатывал. А что ты для этого делал? Хорошо переводил. Ну, то есть, этого достаточно. Достаточно хорошо переводить, и как много работать, это все? То есть, какой совет молодому себе? Совет молодому себе, во-первых, не демпинговать ни в коем случае. То есть, не опускаться, поставь себе нижнюю планку, и ниже ее не опускайся. То есть, лучше работай бесплатно, там, за идею, если тебе это интересно, там, или благотворительности для, там, всякие, есть же переводчики без границ, которые, там, я не знаю, даже, там, волонтерский перевод по ковиду, тут недавно какой-то был, или, там, я не знаю, в палеотивной медицине, там, или, ну, там, какие-то горячие точки ездят переводить. Многие, ну, вот, это делают просто, там, за идею, потому что, так сказать, престиж мундира поддержать. Вот, вот так можно. А работать за копейки, ну, нет смысла никакого, потому что, ошибочно думать, что ценник можно будет поднять со временем. Опустить, да, поднять, нет. Нельзя сказать, вот, я вам вот сейчас переведу, там, типа, за рубль, за слово, но если вам понравится, вы мне потом будете платить 10 рублей за слово. Нет, не будет такого, никто на это не пойдет. Вот, поэтому, да, можно сделать бесплатно тестовый перевод. Например, мы когда, там, подписываем новых переводчиков, мы, естественно, просим сделать тестовый перевод, причем он довольно большой, мы за него не платим, вот, но при этом потом, да, можно работать с нашей компанией, получать какие-то хорошие закаты. Вот, но просто нужно, во-первых, не демпинговать, во-вторых, всегда заботиться о своей репутации, всегда понимать, чем заказчику от тебя нужно. Вот, то есть, тут важно еще заказчикам, что называется, на берегу договориться о том, чего он вообще ждет от тебя, да, какой перевод, вот, и что ты ему можешь предоставить, и в какие сроки. Всегда соблюдать сроки, сроки это, потому что, на самом деле, заказчику, вот, есть такой хороший переводчик Павел Дунаев, который в спортмастере работает, вот, он прекрасно совершенно сказал, что заказчику нужна, в первую очередь, определенность, во-вторых, удобство коммуникации, и только, в-третьих, его интересует ценник. Вот, значит, у вас должна быть полная определенность, в том числе, там, в плане сроков, качества, чего получится на выходе, вот, дальше заказчику должно быть удобно с тобой связаться, и, и, получать обратную связь какую-то, ну, и в-третьих, там, чтобы была приемлемая цена, вот, именно в таком порядке. Слушай, ну, вот, если ты бы просто работал больше, например, вот ты, взять последние 15 лет, каждую неделю добавляешь плюс 3 часа работы, и зарабатываешь, соответственно, там, на какой-то процент больше денег, это, это путь в никуда, или все-таки куда-то? Слушай, ну, ты же понимаешь, что все деньги заработать нельзя, так, ну, ну, просто не получится заработать все деньги, вот, дальше, ну, хорошо, наверное, можно, да, было зарабатывать на 3 часа в день больше, при этом, там, что-то в своей жизни я бы, наверное, упустил, потому что эти 3 часа можно было бы потратить еще на что-то. Ну, то есть, нет, вопрос-то в том, больше работать, это не тот путь для переводчика, я имею в виду. Да нет, ну, если тебе там очень хочется больше денег, то, да, можешь работать больше, вот, до тех пор, пока тебе позволяет здоровье, и у тебя от этого не падает качество, пожалуйста, работай, работай не по 8 часов в день, как я, работай по 14, если тебе так больше, если тебе хватает оставшихся 10 часов на то, чтобы поспать там, пообщаться с семьей, если у тебя есть семья там, и каким-то своими делами заняться там, и здоровье немножко следить, да ради бог, вот, то есть, ну, для меня это просто, ну, как бы осмысл, вот, ну, ты заработал хорошо там на, ну, скажем, на 500, или даже на 1000 евро в месяц больше, и что? Ты все равно с этого там не уйдешь раньше времени на пенсию. Вот, кстати, об этом мой следующий вопрос, ты говоришь, что зарабатываешь неплохо, я рад, судя, да, судя по виске, ты инвестируешь, сберегаешь как-то? Я совершенно не умею этого делать, я вот в финансовом плане, я совершенно безграмотный человек, видимо, мне мало в свое время попадалось в финансовых переводах, поэтому я про твою отрасль как раз чего-то начал понимать именно после прочтения книжки «Хулиномика». Слушай, но при этом я вот понял из нее ровно столько, что мне в это лучше не соваться, потому что я, скорее всего, наломаю каких-нибудь дров, вот, и просто тупо потеряю деньги, поэтому... Уже неплохо, кстати, это... Я рад, что хотя бы так моя книга помогла. Но нет, но вот... Я понял, что мне, например, нужно найти там какого-нибудь хорошего финансового консультанта, которому я буду доверять, который мне скажет, вот там, я к нему приду, скажу, вот, на тебе денег, сделай мне хороший инвестиционный портфель, вот, и он мне там поможет там за какой-то прайс, или там за процент этот инвестиционный портфель сформировать. Ну, то есть сейчас портфеля нет, есть только некоторые желания, да, сформировать? Да, сейчас не то, что нет портфеля, нет там даже каких-то серьезных накоплений. Но ты думаешь, как-то это стоит менять в будущем, или планы есть, или все устраивает? Ты знаешь, ну, наверное, надо, вот, наверное, надо, но, как бы, опять же, я поскольку рос в 90-х и видел, как деньги обесцениваются в одну секунду, причем не один раз, а несколько, да вот, ну, собственно, как и ты, я думаю, вот, у меня, вот, но ты, поскольку финансисты с деньгами на 3, как бы, то ты, вот, знаешь, что такое правильная инвестиция? А я не знаю, и при этом я знаю, что вот, если я, например, буду пытаться какие-то накопления в рублях держать, то в любой момент там может что-нибудь случиться, да, вот такое, в одну секунду, и эти деньги превратятся в пшик. Вот как это было там в 98-м, например, когда рубль с 60 рублей... надо в чем-то другом держать. Ну вот, да, держать деньги в недвижухе, ну вот, да, вот я держу деньги в недвижухе. Ну, слушай, ну, это уже, уже что-то в нынешней, кстати, период низких ставок, это не самое плохое вложение, может быть, даже одно из лучших. Но у меня вопрос-то был про, про напиток. Если ты разбираешься в виски, а я вижу, что ты разбираешься, потому что я читал несколько твоих заметок в последнее время, в какое вкладываться виски? Вишь, я правильно сказал, виски, это же оно, это же кофе, Правильно, виски, это оно, да. В какое вложиться, чтобы через 5-10 лет оно подорожало в 5-10 раз? Слушай, я не интересовался никогда винными и спиртовыми аукционами, поэтому я честно просто не знаю, да? Я исключительно ценитель и потребитель виски, да? Я не смотрю на него как на предмет финансовых вложений. Ну, отчего бы ты в своем погребе... Я не удержусь и выпью. Отчего бы в своем погребе ты бы точно не отказался? Вот расскажи, да, что посоветуешь? Отчего в своем погребе вискарном я бы не отказался? Да, да. Слушай, ну, всякие хорошие хайлэнды и шпейсайды я очень люблю, вот, так что, ну, опять же, понимаешь, я не вижу смысла интересоваться вискарем, который я не могу себе позволить, да? То есть, ну, та бутылка, которая на фотографии, как я сказал, это был подарок, да? Это мне хороший человек, хороший друг подарил на 40-летие бутылку виски моего года. Вот. Поскольку я сам такое покупать себе не могу, я, соответственно, ну, да, я не знаю, как я не знаю, сколько стоит Rolex, да, там, или Porsche, да, вот, потому что я понимаю, что у меня, скорее всего, столько денег нет, поэтому, ну, зачем я буду интересоваться этими ценами? Слушай, а тогда другой вопрос. То же самое с дорогим алкоголем, да, меня интересует тот алкоголь, который я, в принципе, могу пойти и купить, выпить сам. Тогда другой вопрос. Что из недорогого посоветуешь? У меня вот есть пристрастие, мне кажется, что вот из дешевых блендов это Гусь, то есть Тетерев, который famous, Graus. Хороший, люблю, приятный. в его категории денежной, мне кажется, конкуренции там даже нет. Ты что посоветуешь? Я честно люблю Лосона, который William Lawsons, помимо того, что у них совершенно угарная реклама, да, их ролики все помнят, прекрасные, особенно про рэгпи и про Шерон Стоун. А вот, они, в принципе, гонят свой виски из трех, по-моему, односолдовых, причем хороших односолдовых. Вот, это очень уважаемая виски и курня Макдавка, которая, по-моему, 1956-го, что ли, года существует. То есть, она не очень старая, но и не супермолодая. Вот, ходит группу Дюрс. Единственный с Лосоном, как бы, косячок, это то, что их довольно, они из-за того, что дешевые, их много подделывают. Вот, поэтому, есть шанс нарваться на какую-нибудь фигню, но если это нормальный и честный Лосонс, то это вполне себе пибельный напиток. Вот. То же самое, я там очень советую подальше держаться от всевозможных Джонни Вукеров. Вот, потому что, ну, красные его даже в коктейлях не пьют. Черный и МХО за эти деньги просто, ну, прям, очень так себе. А все остальные за эти деньги уже можно, поскольку это бленды, дальше можно покупать односолдовые, потому что по соотношению односолдовые получается интереснее. Ну, из односолдовых, я уже понял, это Highland Space Eye, да, что-то можно... Ну, да, я больше люблю, да, я больше люблю такие. Я очень люблю этот самый Далбор, 15-летний. Вот, он, кстати, не очень дорогой. Еще есть Валар, вот тоже у Далбора, он неплохой, он чуть-чуть подороже, вот, но это там какая-то юбилейная серия. А очень неплохой виски Гленн Ротс. Вот, у них много интересных там всяких резервов, которые они в бочках из-под Шири, ну, из-под Хереса выдерживают, там еще каких-то, то есть там интересные попадаются вещи. Ну, Макалоны, кстати, собственно, всем известны, да, тоже вполне себе можно купить там и 10-летний, и 15-летний за вполне вменяемые какие-то суммы. Ну, вот, так что... Спасибо за советы. Сейчас я... Здесь несколько коротких совсем вопросов под конец. Я думаю, что... А, мы довольно долго уже разговариваем. Думаю, что нашим маленьким слушателям как раз все интереснее и интереснее становится. Но мы подготовим новые вопросы, да, там на Чеченское лет, когда ты станешь уже ректором, да, МГЛы имени Мариса Тереза, или, не знаю, там, куда ты метишь в профессиональном плане. Нет? Туда не хочется? Я еще... Слушай, я еще пока не знаю. Не, ну, если ты член жюри и всесоюзных конкурсов, то все впереди. Ты знаешь, я сейчас, на самом деле, вот, у меня очень много сейчас новых знакомых, новых интересных знакомств, новых каких-то интересных проектов передо мной открываются, потому что я периодически там выступаю со своими какими-то мыслями на переводческих конференциях различных, профильных, вот, и там, естественно, в ходе нетворкинга обрастаешь новыми людьми, и, ну, вот реально очень много всего интересного. И я так пока просто вот смотрю, куда кривая вывезет, да, до чего я в итоге дойду. Вот, так что пока не знаю, но рассматриваю, в общем, все возможные варианты дальнейшего. Хорошо, давай теперь устроим блиц, короткие ответы на длинные вопросы. Самый классный акцент английского? Скотич, в курс. В курсе скотич. Самый труд, какой? Да, австралийцев, понимаешь? Австралийцев нормально можно понимать, шотландцев трудно понимать, трудно понимать еще этих самых индусов. Вот, вот, там иногда бывает такое, но, в принципе, к любому акценту можно довольно быстро привыкнуть и начать понимать. Валюйцев сложно понимать, кстати, Вопрос экзистенциальный. Надо ли изучать языки всем остальным, раз есть переводчики, которые все переведут, да еще и машину сейчас научат, да, и машина за ней будет переводить, за вас, и лишит вас работы? Учить, конечно, потому что переводчики будут в итоге переводить хорошие книжки, там, полезные, я не знаю, хороших спикеров, там, и так далее, и так далее. А так, конечно, всем учить английский, потому что, ну, это язык международного общения, да, это Lingua Frank, вот, поэтому с ним всегда будет проще в нашем подключенном и объединенном, глобализированном насквозь мире, чем без него, поэтому, конечно, учить. Ну, то есть машинный перевод профессии не убьет? А машинный перевод профессию, я не верю, что убьет, он ее изменит очень сильно, он ее, собственно, уже очень сильно меняет, и будет менять и дальше, и дальше, да, но машине всегда будет нужен человек, который будет понимать, что эта машина творит. Вот, потому что, я активно слежу за развитием и нейронных систем машинного перевода, и могу так сказать, что, да, при правильном машинном обучении нейронка сильно повысит тебе производительность, но ты ей все равно будешь нужны, потому что, ну, грешна она тем, что иногда переводят, например, с точностью, да наоборот, но гладенько. Вот, это такой самый страшный вид ошибки, да, когда ты читаешь текст, там вроде бы все нормально, а потом смотришь в оригинал, а там слова нет, пропустили. Вот такой вопрос, который меня мучил всегда, реально ли Владимир Ильич Ленин знал 8 языков, Юра, я слышал, что он все-таки знал, но и так знал, что его никто не понимал. Ты об этом... Не знаю, не знаю, я первый раз, кстати, об этом слышу, о том, что он знал 8 языков. Слушай, а вот такой вопрос, настоящие билингвы, они говорят на обоих языках хуже носителей, или все-таки нет, или все-таки так же? Настоящий билингв, ты имеешь в виду дети, которые росли в двоязычной семье? Слушай, не знаю, не знаю, да нет, я не думаю, что они говорят хуже носителей, у них же и мама носителей, и папа носителей. Да. Но там другие бывают сложности, они, понимаешь, они не различают два языка, да, то есть для них это один язык, получается, такой вот смешанный, то есть они там спокойно, у них одно перетекает в другое, вот, поэтому, то есть билингвы, это не всегда хороший перевод, есть ли об этом вопрос. Потому что, да, они очень хорошо владеют обоими языками, все прекрасно понимают, но переводить могут не всегда, потому что как раз для них это вообще один язык. Интересно. Не разделяют. Несмотря. Слушай, а ты читаешь фикшн в оригинале, если есть перевод уже, да, или все-таки предпочтешь хороший перевод? Зависит от. То есть и так, и так? Да, того же Терри Пратчета я предпочитаю читать в оригинале, перевода не читал ни одного, хотя я понимаю, что переводы там вроде бы даже очень неплохие. Но с другой стороны, просто Пратчет, ну, там настолько много построено на различных каламбурах и каких-то вот именно фирменных английских фишках, что, ну, я не верю, что это. То есть, было бы интересно почитать перевод, чтобы посмотреть, как выкрутились, да, вот чисто с профессиональной точки зрения, вот, а как вот вы и это передали, а как то. Вот. А с другой стороны, там какого-нибудь, я не знаю, того же Толкина, честно, я всего в оригинале не осилил, да, то есть, я там, по-моему, один том, что ли, прочел, «Властелина колец» на английском, остальные два нет. Слушай, а Джойса осилишь в оригинале? Ты еще скажи поминки по Фенигану. Я как раз только... А, ну, собственно, поминки по Фенигану, по-моему, не на один язык-то и не перевели. Я открыл, прочитал одну страницу, понял, что на этом все. Слушай, ну, Джойс это вообще-то тот автор, про которого принято всем говорить, что да, я собираюсь прочесть, никто его читать не может. Я на русском прочитал Улиса, но не был впечатлен, точнее, был впечатлен, но с негативной такой точки зрения. Слушай, ну, Улиса, это же... У нас в Ньязе была байка про одного студента, который Улиса читал по странице в день. То есть он вот там... И к концу обучения прочитал. Да, к концу обучения он его прочитал, но Улиса же почему надо читать по странице в день? Потому что Джойс это же символист и мастер аллюзий. Да, и ты когда читаешь одну страницу Джойса, тебе дальше там нужно лезть во все возможные примечания, оригиналы, на что он ссылается, там, копаться в первоисточниках. То есть это такая занятие для литературных снобов и любителей покопаться, да, то есть там... Ну, бывает же иногда, читаешь какую-нибудь книжку и видишь что-то такое незнакомое, для себя начинаешь лезть в Википедию, посмотреть, что это такое. И дальше все, ты в Википедии застрял часов на пять, потому что пошел по ссылкам дальше, вот, и тебе стало интересно. Вот с Джойсом примерно то же самое. Причем там, ладно, сейчас Джойса читать проще, потому что, опять же, Википедия есть под рукой, да, и вообще интернета можно все это быстро найти. А ты представляешь, там людей, которые Джойса читали и изучали в эпоху до интернета. Переходил в библиотеку и те, чтобы это читать. Да, и они шли там в библиотеку иностранной литературы на полном серьезе и вот там перелопачивали кучу книг. Слушай, а у тебя любимые три книжки, ну, фикшн и нон-фикшн, назовешь какие-то? Есть особые, которые на тебя повлияли сильнее всего? Слушай, вот прям любимых книжек таких вот... Я просто люблю читать, поэтому так вот... Ну, любимые там книжки, они, как правило, из детства, да, и, соответственно, ну, там одна из самых любимых книжек это «Похождение боровоза солдат Швейг» Ярослава Гаршика. Вот это из фикшена. А нон-фикшн я стал читать только последние несколько лет так активно. Ну, я, например, с удовольствием, в отличие от тебя, прочел того же Талеба, ну, по крайней мере, там «Черного лебедя антихрупкость». Рискуя собственной шкурой на мой взгляд уже сильно слабее и неинтереснее. Вот. С огромным удовольствием и интересом прочел Элая Голдерта «Цель». По-моему, совершенно прекрасный роман про организацию производства. Причем это смешно, что это бизнес-книжка, в принципе, написанная в форме художественного романа от первого лица. По-моему, совершенно замечательно. Ну, ты в переводе читал? Да, да. Нет, я читал... Ты знаешь, с бизнес-книжками я, поскольку там важно очень сосредотачиваться в первую очередь на смысле и только во второй на стиле, я, как правило, беру русский перевод. Если я вижу, что он нормальный, то я читаю на русском. Если я вижу, что перевод плохой, то вот тогда я беру оригинал и уже разбираюсь с оригиналом. Я просто понимаю, что у меня больше времени на это уйдет. А вот... Спасибо. Я рад, что мы столько всего обсудили. Напоследок, все-таки, чтобы перевод был неплохой. Какие советы молодым начинающим переводчикам? Что нужно делать? Какими нужно быть? Ты уже сказал про любознательность, да? Что еще? Да, нужно быть любознательным. Нужно внимательно относиться к тексту, к стилю, к языку, каким-то нюансам. Я сейчас буду давать советы из серии Капитана Очевидность, да? Но я на самом деле переводчикам вообще последний год особенно и вообще последние несколько лет говорю, что, ребята, помните о том, что быть добрым гораздо важнее, чем быть умным. И что нужно всегда помнить о том, зачем ты вообще пришел в профессию. Потому что переводчик, на мой взгляд, это одна из самых вообще благородных профессий, которые есть на свете. Мы помогаем людям понимать друг друга. То есть, по сути, мы помогаем там, мы делаем так, чтобы не было войн. Ну, вот, например, да? Потому что войны, они конфликты, от чего возникают? Из-за недопонимания, да? Потому что я решил, что то, что ты делаешь или говоришь мне представляет угрозу и, соответственно, я включаю рептильный мозг и дальше решаю бить, бежать или прятаться. Вот. Вот переводчики помогают этих ситуаций избежать. Да? Мы вообще главные помогатели в этом смысле. Вот. Поэтому, ну, вот об этом надо помнить, о том, что ваше дело доносить смысл, делать так, чтобы люди друг друга понимали и желательно при этом не переубивали друг друга по ходу дела. называется, ну, за доброту. Да. Чирс. Ну что ж, с вами был Арсен Лазурский, с вами был Алексей Марков и канал Хулиномика. Всем спасибо, пока. Огромное спасибо за приглашение, было весьма интересно. Если у кого-то еще по результатам этого дела возникли какие-то вопросы, задавайте в комментах, мы там постараемся отвечать на это дело. Все, и тебе еще раз огромное спасибо. Все, давай, счастливо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok